Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать! Сегодня я к вам с очень полезным видео. Сегодня покажу, как из кускового мыла сделать жидкое. В последнее время вы часто просите поделиться подобным рецептом, но просите дать такой рецепт, чтобы консистенция жидкого мыла была максимально близка к консистенции покупного жидкого мыла, чтобы мылом было пользоваться удобно. К чему я так говорю? Вот если вы возьмете самый распространенный рецепт в интернете, где из кускового делается жидкое, то есть кусковое натирается на мелкую терку, добавляется кипяток, глицерин, мед, какие-то эфирные масла, могут быть другие добавки. Все это сбивается блендером, разливается по бутылочкам, мыла получается много, но в принципе бюджетное в цене, но пользоваться этим мылом неудобно, потому что через какое-то время мыло начинает густеть, начинает отделяться вода, и при каждом использовании мыло нужно встряхивать. Итак, друзья, делюсь своими хитростями, потому что уже давно в этом вопросе экспериментирую. Начинала, конечно, с классического рецепта, мне он очень не понравился, и я решила поступить немного иначе. Я беру один кусочек мыла, вес его 30 грамм. Это мыло я покупала в магазине Доброцент, значит, 4 штучки стоило 60 рублей, то есть один кусочек 15 рублей. Вот оно у нас и будет основой. Можно взять детское мыло, можно взять серное мыло, можно взять даже дегтярное мыло, любое. Каким пользуетесь? Банная, земляничная, фруктовая, у меня лавандовая. И это мыло натираю на мелкую терку. И теперь к нему добавляю 500-600 мл кипятка. Все хорошо растворяю. Растворяется мыло быстро. Все хорошо растворило и даю этой консистенции полностью остыть. Итак, масса остыла и смотрите, какой она стала густой. Густой, тянучей, пользоваться такой консистенцией неудобно. Об этом многие подписчики мне писали, что пробовали самый распространенный рецепт из интернета и всегда вот такая вот ерунда. Друзья, для того, чтобы эта консистенция была удобной для использования, то есть чтобы мыло было похоже на магазинное жидкое мыло, в эту консистенцию нужно добавить 100 мл любого, самого дешевого, абсолютно любого жидкого мыла. Вот если вы не добавите жидкое мыло, все, что бы вы не делали, вы будете добавлять соду, много глицерина, проваривать эту массу, взбивать ее, она все равно будет возвращаться вот в такое вот состояние. Но как только вы к этой массе добавите жидкое мыло, 100 мл, выгода в этом есть, потому что мы потратили кусок мыла за 15 рублей и плюс 100 мл самого недорогого мыла, но жидкого. Добавляете, и вот тогда консистенция выравнивается. Мыло уже не будет вот таким вот густым, слизким, оно будет удобным в использовании. Значит, у меня большая бутылочка, жидкое мыло заканчивается, осталось как раз где-то примерно 100 мл. Я добавляю к этой массе, воды больше не добавляю, можно добавить больше, но вот у меня сколько есть, я столько добавлю. Добавляю 1 столовую ложку глицерина, чтобы было мягкое для рук мыло. Можно добавить абсолютно любые эфирные масла. И если, друзья, вот вы делаете на основе, например, какого-то отвара, то есть я добавляла 500 мл воды, можно добавить 500 мл отвара. Ромашка, зверобой, чистотел, все что угодно. То тогда есть смысл добавить немного хлоргексидина. Для того, чтобы мыло у вас дольше хранилось. Ну и также хлоргексидин можно добавлять, если вы хотите сделать мыло с антибактериальным эффектом. То есть добавляете. И вот теперь это все пробиваю блендером. И консистенцию хорошую при помощи жидкого мыла я зафиксирую. И вот теперь, друзья, мыло идеальной консистенции. И эта жидкая консистенция сохранится до конца использования. Если будете пробовать мой рецепт, количество жидких ингредиентов нужно будет регулировать под свое кусковое мыло. Потому что кусковое мыло бывает разное. Поэтому на последнем этапе, когда всю массу уже пробили блендером, проверьте. Если вам кажется, что эта консистенция густовата, добавьте еще немного жидкого мыла и еще раз пробейте блендером. Затем разливайте по удобной посуде. Мыло, друзья, приятной кремовой консистенции, я вам уже сказала. На выходе, друзья, мыло получилось вот такое вот количество. Его очень много и мыло классной консистенции. Очень приятная для рук. Абсолютно не сушит кожу рук. Главное, не добавляйте соду, а добавляйте как можно больше глицерина. Глицерин будет смягчать кожу рук. Ручки будут бархатные, гладкие, приятные на ощупь. Итак, друзья, пробуем мыло. Смотрите, обычная консистенция. Мыло очень хорошо пенится, оно мягкое. И самое главное, недорогое. Ну, то есть, как обычное жидкое мыло, но с глицерином. То есть, кожу рук смягчает. Поэтому глицерин ни в коем случае не убирайте. Тем более, сейчас весной. Скоро будут работы на даче. Да и вообще на улице ветрено. Кожа быстро обветривается. Такое мыло очень хорошо сохраняет кожу рук. Ее не пересушивает. Вот смотрите, руки абсолютно чистенькие. Поэтому, друзья, пробуйте. Я посчитала цена мыла, вот в таком вот количестве, сколько я сделала, не дороже 25 рублей. Поэтому, друзья, пробуйте рецепт. Мне кажется, этот состав позволит не выбросить деньги на ветер. Потому что, если сделать без добавления жидкого мыла, консистенция становится густой, слишком неприятной для использования. А в магазинном жидком мыле все-таки есть те компоненты, которые сохраняют единую текстуру жидкого мыла, не дают ей загустеть. Поэтому, даже 100 миллилитров достаточно, чтобы сохранить приятную для использования консистенцию. Я, как всегда, надеюсь, что мои советы для вас полезны. Меня дополняйте. Может быть, у вас есть свой гениальный рецепт. Друзья, пишите. Я с удовольствием попробую, повторю ваш опыт. И если он будет удачный, обязательно публикую на своем канале. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Продолжение следует...